В первоочередном порядке почему в Верховной Раде призвали сменить руководство «Нафтогаза» 11 августа 2019 года, 11.53 Георгий Масалов, Анна Лушникова Руководство украинской газкомпании «Нафтогаз» необходимо сменить Этого намерена добиваться занявшая второе место на выборах в Верховную Раду партия «Оппозиционная платформа» за жизнь По словам лидера политической силы Юрия Бойко, верхушка компании занималась собственным обогащением и не думала о проблемах населения страны Эксперты полагают, что менеджмент «Нафтогаза» не справился с существующими проблемами Однако смена руководства компании не приведет к улучшению ситуации, если не изменится подход к ряду ключевых вопросов Вторая по величине фракция в Верховной Раде Украины Созыва «Оппозиционная платформа» за жизнь намерена добиваться смены руководства газкомпании «Нафтогаз» Об этом заявил глава партии Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер» У них какие-то свои мысли бродят, которые касаются увеличения премии зарплат себе, а на людей им, вообще-то, говоря бытовым языком, наплевать Это самое плохое, и мы будем добиваться, чтобы руководство «Нафтогаза» было сменено в первоочередном порядке, потому что они принесли очень много проблем для страны, сказал он Лидер партии напомнил, что до начала отопительного сезона на Украине осталось около двух месяцев, поэтому уже необходимо завершать процесс закачки газа в хранилище Также по теме «Проблема ликвидности» «Нафтогаз Украина» предупредила о возможном срыве закупок газа из-за нехватки средств Украина может столкнуться с трудностями при закупке необходимых для качественной подготовки к отопительному сезону 20 миллиардов Для успешного прохождения отопительного сезона закачка газа в хранилище на сегодняшний день уже должна подходить к завершению, ведь отопительный сезон фактически начинается через пару месяцев То, что происходит в «Нафтогазе», это не государственная политика, а политика манипулятора Это также политика МВФ и Набсовета компании, состоящего из иностранцев, отметил Бойко Начало отопительного сезона на Украине назначено на 15 октября По словам главы «Нафтогаза» Андрея Кабалева, к этому моменту в хранилищах должно быть порядка 20 миллиардов куб М-газа, в противном случае страна замерзнет Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 мдрд кубов, это огромный риск техногенной катастрофы Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет, написал он на своей странице в Facebook, 5 июля На тот момент в хранилищах было около 13,8 миллиарда куб М-голубого топлива Кабалев добавил, что во избежание катастрофы Украина должна ежедневно закачивать в систему более 60 миллионов куб М-газа, причем даже незначительная задержка в плане сорвет выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно, подчеркнул директор «Нафтогаза» По данным компании, на начало августа в хранилищах Украина находилась порядка 16 миллиардов куб На этом фоне летом 2019-го неоднократно сообщалось о проблемах, с которыми сталкивается украинская газотранспортная система, ГТС Так, в июне ее оператор, Укртрансгаз, сообщил о значительной задолженности перед поставщиками, которая превысила 4 миллиарда гривен, 9,8 миллиарда рублей Из-за этого, как пояснили в организации, поставщики отказываются заключать новые контракты на продажу газа При этом отмечалось, что имеющихся запасов голубого топлива может не хватить даже на техническое обеспечение и работы системы Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня, заявляли в Укртрансгазе О риске разрушения ГТС с Украины в июле заявили в Европейской Федерации энерготрейдеров Фед, глава организации Ян Ванакин в своем письме Кабалеву предупреждал, что значительная задолженность перед европейскими партнерами может привести к прекращению поставок газа Также по теме Риск разрушения ГТС Энерготрейдеры ЕС заявили о возможном крахе доверия к Украине из-за долгов по оплате газа Газотранспортная система, ГТС Украина может начать разрушаться из-за отсутствия необходимых объемов топлива для прокачки Об этом Если деньги не будут выплачены в самое ближайшее время, это приведет к приостановке коммерческих поставок Результатом чего станет риск коллапса системы, говорится в сообщении Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутьер в беседе S.R.T. Выразил мнение, что руководство Нафтогаза продемонстрировало неспособность справляться с проблемами При этом, по данным СМИ, и Андрей Кабалев, и исполнительный директор компании Юрий Витренко рассматриваются в качестве кандидатов на должность премьер-министра в новом правительстве Украины Самое смешное, что при этом Витренко рассматривается как один из кандидатов на должность премьер-министра Я не очень верю, что он им станет, но такая информация есть, подчеркнул Брутьер Мы видим, что Витренко на посту одного из руководителей Нафтогаза никаких проблем решать не может Вместе с тем собеседник R.T. полагает, что даже смена руководства компании не приведет к переменам в газовом секторе Украины Если не будут приняты должные решения о возобновлении прямых поставок газа и транзитном газовом контракте Который истекает 31 декабря 2019 года На сегодняшний момент Нафтогаз и Украина в целом могут либо согласиться с предложениями российской стороны Либо нет, и тогда транзит будет прерван уже в следующем году Никаких особых опций для Украины в этом плане не существует Поэтому, даже если руководство Нафтогаза будет сменено в сентябре, когда начнет работу новое правительство Это не обернется быстрым выходом из сложившейся ситуации, констатировал аналитик Есть один путь – договариваться с Россией Стоит отметить, что Украина перестала закупать российский газ в 2015 году и перешла на так называемые реверсные поставки из Европы Однако фактически Киев по завышенным ценам выкупает у европейских партнеров российское голубое топливо, ранее поставленное туда Москвой В партии «Оппозиционная платформа» за жизнь неоднократно призывали решить газовые проблемы, начав переговоры с Россией Так, Бойко и глава полицовета партии Виктор Медведчук неоднократно приезжали в Москву для переговоров с российским руководством по вопросу поставок голубого топлива А 3 августа Медведчук написал в своем Twitter, что единственный способ решить проблемы, связанные с поставками газа – договориться с Россией В решении газового вопроса есть один путь – договариваться с Россией Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране, отметил он Российская сторона неоднократно говорила о готовности начать прямые поставки газа на Украину Другим вопросом, в котором у Москвы и Киева нет единой позиции, является транзит голубого топлива через украинские ГТС в Европу На данный момент решение о его продлении не принято На существующих условиях Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год Россия предлагает Украине продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу на существующих условиях, а также перейти к прямым В конце июля глава Минэнерго России Александр Навак предложил продлить текущий контракт по транзиту газа на один год Он также подчеркнул, что Москва выступает из-за прямые поставки энергоресурса на Украину Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство, Украины, АТИ и контрагенты появятся В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на существующих условиях, сказал Навак Трехсторонний диалог, в котором, помимо России и Украины, принимает участие Евросоюз, должен продолжиться в декабре Об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский Однако, по его словам, вопрос транзита газа представляет для Кева особое значение А потому он и его команда намерены начать переговоры уже в сентябре Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре Но это вопрос энергетической безопасности Украины И моя позиция, позиция нашей команды, заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос Подчеркнул Зеленский По мнению Владимира Оленьченко, при предыдущем президенте, Петре Порошенко, Украина занимала заведомо неприемлемую позицию Аналитик выразил надежду, что при новом руководстве Киев будет готов вести конструктивные переговоры Дело в том, что с украинской стороны были очень завышенные требования и по объемам, и по срокам Требования выглядели как желание завести переговоры в тупик Возможно, бывший президент Порошенко был заинтересован в поиске дополнительных раздражителей в российско-украинских отношениях Но я думаю, что перспективы у переговоров есть, если позиция Украины будет носить объективный характер, заключила Оленьченко Субтитры создавал DimaTorzok